Что касается задержания американского шпиона, то я не вижу здесь какой-то инсценировки. Думаю, что все так и было, как оно нам показано, потому что вообще спецслужбы ни на минуту никогда не прекращали работать. Даже в 90-е годы, когда говорили, что Россия стала некой демократической страной, и между нами больше нет никаких противоречий, люди вербовались, люди работали, и сейчас точно так же в 2000-е годы всевозможные агенты, эмиссары продолжают вербовать наших и депутатов, и силовиков, и людей в науке, которые близки к таким оборонным технологиям. Поэтому используются все те же старые методы, и маскировка внешности, и оплачивается все это. Поэтому просто непрофессиональный американский шпион попался. Я думаю, что и наши будут попадаться, и они будут попадаться. Такие скандалы не всегда бывают раз в несколько лет.